А вы знаете хоть одну колонию в мире, в которой была бы космическая отрасль? Или, допустим, Академия наук? Давайте так, в 1991 году Россия приобрела статус вассала колонии перед победителем, то есть Соединенные Штаты Америки и их союзники. Естественно, мы сейчас живем в переходном периоде, когда статус нашего государства приводит в соответствие со статусом стандартной колониальной страны. Следовательно, вопрос ликвидации космоса, я так понимаю, как политический аналитик, это просто вопрос времени. Понятно, что сразу это сделать нельзя, значит, это будут делать длительное время. И дальше уже техника этого вопроса идет. Ну, например, странная история. 12 аварий и все в государственном секторе, и ни одной аварии в коммерческом, который, как вы знаете, работает на иностранные деньги. Значит, там или, например, отменили госприемку. С какой статьи отменили госприемку важнейших деталей? Вот решили и отменили. Это и есть элементы ликвидации этой отрасли в России. Технология этой ликвидации, она достаточно подробно прописана, то есть это изменение правил, которые не позволяют этой отрасли выживать. Вот технология ее ликвидации. Значит, все очень просто. Нас ожидает, либо мы набираемся силы, восстанавливаем суверенитет страны, либо космоса у нас не будет, как и много чего еще. Будет нефть и газ, это будет. Будет мало населения, раз в пять меньше, как обещал госсекретарь США, Малберт Олберт, госсекретарь, обещала в прошлом десятилетии. Этого да, это будет. А вот космоса не будет. Субтитры создавал DimaTorzok